Ребят, мы живем в 21 веке, поэтому современные проблемы требуют современных решений. Я считаю, что проблема найти партнера в личной жизни для отношений, это, в общем, насущное направление для всех, согласитесь. Поэтому, чтобы найти свою половинку, не обязательно идти на «давай поженимся», есть классный сайт знакомств Julia Dates. Там более 4 миллионов активных пользователей, и можно найти своего партнера для любых типов отношений. Так, вот гибкие фиитры, с помощью которых можно найти человека, соответствующего вашим вкусам. Потом, вот это раздел «Мои переписки», можно удивить собеседника, отправить ему реальные и виртуальные подарки. Вот знакомства, в этом разделе можно оценивать девушек и парней, и получать ответную реакцию, и начинать общение. Переходите по ссылке в описании на Julia Dates, регистрируйтесь там, и, может быть, случайным образом один из вас получит премиум аккаунт, который будет вам очень и очень полезен. Всем счастливых отношений и приятных знакомств! Субтитры создавал Dates Итак, друзья, товарищи, вы приехали смотреть 57-й S Maybach в идеальнейшем состоянии. Я вам гарантирую, это настоящий эксклюзив, потому что вы сами понимаете, что этих машин было всего 3000 в мире, и только, наверное, 10% от этих машин вообще живые, на ходу едут. Короче, это 57-й Maybach, и мы начинаем. Первый интересный факт про этот Maybach, кроме того, что он в идеальнейшем состоянии, это то, что эта машина была у лисы рулит на тесте. Я сегодня вам расскажу очень интересную историю интересной машины. Второй интересный факт, возможно, эта машина была еще и у Волочковой. Я думаю, многие знают эту шпагатную даму. Третий момент. Эта машина вообще была пригонена из Германии. Машинка у нас 2006 года, соответственно, 57S. Это означает, что у нее более мощный двигатель, чем у обычного 57-го. 612 сил, V12, все как полагается. И самое главное, вот сейчас я подойду максимально близко. Вы слышите, как он работает? Я, допустим, слышу, что этот аппарат работает исправно, и все с ним хорошо. Слушайте, ребят, могу сказать, что здесь точно была сделана полировка, потому что никаких вот этих вот паутинных каких-то разводов нету, механических никаких царапин тоже нету, и прям очень хорошо. В чем разница между 62S? Так в том, что эта машина весит всего на 100 килограмм меньше. У нее колесная база, чуть-чуть покомпактнее, то есть вместо 6,2 метров она 5,7. Эта машина была куплена за 5 миллионов, и в нее вложено сразу было сходу 300 тысяч. И самое главное, что это еще мало, понимаете? Вот вы покупаете машину за 5 миллионов, она когда-то стоила 450 тысяч евро, и вы должны будете еще прикинуть так, чтобы сохранить отдельный бюджет на доремонт этой машины. Но с этой машиной не было так. Поэтому это удивительный экземпляр, и это очень классно. Но наслышаны мы много об этой тачке, и я еще не залазила внутрь, поэтому я хочу сейчас запечатлеть свои самые вот такие вот прям искренне свежие эмоции от того, насколько она классная внутри. Эта машина не перешита в тот самый салон, который идет с завода. Так, изначально, когда тачка покупалась еще 2,5 года назад, на ней был пробег 36 тысяч километров. Но это вообще для тачки практически 10-летней, даже 12-летней давности это очень маленький пробег. Сейчас здесь 78 тысяч, но на тот момент компьютер показал, когда делали диагностику при покупке, что у нее пробег 106 тысяч километров. Мы узкие, не обманываем друг друга. Для 106 тысяч километров здесь салон просто, просто, извините меня, целка. Абсолютно. Здесь даже подлопотник, блин, более новый, чем у меня в машине. Но у меня окей, белый салон. Здесь он такой красивый, такой прям цвета слоновой кости. Прям вау. И карбон. Карбон, просто карбона завали здесь. Реально, как будто я сижу в GTR, который я снимала еще полтора года назад. И вот так он тихо работает. Вот это я понимаю. Это вот реально машина в идеальнейшем состоянии. Нет этого ни у Мажорки, ни у Роэл Моторс. У этих ребят этого нет. Я здесь это нашла. И я неимоверно рада, что здесь я вижу вот это. Это настоящая Моторолла. Те лды, которые меня смотрят, просто передайте привет этому телефону в комментариях и обязательно лайк ему. Блин, какой кайф. Алло, алло, это 2007 год? Никто никогда не вернется в 2007 год. Телефон реально просто топ. Я бы с таким ходила. И с проводными наушниками. Вот это стиль. В принципе, тут все в идеально рабочем состоянии. Реально хром выглядит, как тот самый хром, который был с завода. То есть он светится, он просто отражает солнце настолько, настолько сильно, что мне слепят прямо глаза. Все вот эти вот рычажки, которые мы видим, на самом деле это все 220-й Мерседес. Как S-класс, а это довольно паршиво. Вау, ничего себе. Люкс на люксе и люксом погоняет. Конечно, пространство здесь меньше, чем в 62-м. И здесь нету того количества, причем непонятного и абсолютно нецелесообразного, количества кармашков и всего-всего. Но мне кажется, тут идеальная вот золотая середина. Кстати, владелец Филипп ездит на этом Майбахе сам за рулем. Салон в идеальнейшем состоянии, причем он белый. И я, как владелица М5, у которой белый салон, прекрасно понимаю, насколько белый салон. Это заморочено. Я не знаю, почему здесь, в принципе, показана температура в Фаренгейтах, но если здесь ездят американцы, то пусть будет оно так. Филипп, вы же не американец? Нет. Нет, обычный русский человек. Вот это очень интересное решение, насколько здесь зеркало проходит просто миллиметражно. Охренеть! Просто миллиметрово проходит. Как я понимаю, это самое максимальное выдвинутое положение этого подголовника. Но, тем не менее, вы посмотрите, насколько реальное отношение к деталям. Все предусмотрено только вот по этому моменту. Вот только посмотрите. Видите? Просто идеально проходит. Я особо не сильно старше этой машины, я признаюсь, но, тем не менее, эти ощущения, когда ты видишь такое, и видишь в таком олдовом виде, прям, знаете, такая ностальгия прибирается. Ну, такая добрая и приятная ностальгия. Окей, что тут еще есть? Конечно, хром просто везде, даже вот здесь вот, где, казалось бы, зачем, ты в ноги не смотришь, когда ты едешь. Но, тем не менее, вот здесь хром, потому что это стиль, так и должно быть. Еще одна деталь, которую вы никогда не заметите в салоне, но вы можете ее почувствовать в салоне, но сама деталь находится на крыше этого пепелаца. Это солнечная батарея, и она работает только по принципу какому? Вы выходите из машины, на улице плюс 30, и вы можете не заморачиваться на тему того, что я приду в машину обратно, надо будет ее как-то охлаждать, надо будет сидеть, надо будет выходить из машины, чтобы не спечься внутри. Нет, такого в 57 и 62 Майбахах вы никогда вообще не прочувствуете на себе такой ситуации, потому что это солнечная батарея, она специально питает всю систему кондиционирования машин, то есть она когда горячо, допустим, температура в тачке, в салоне превышает 23-25 градусов, ну такая максимально комфортабельная температура для пассажиров. Она автоматически включает кондиционер и гоняет воздух внутри, так что вы никогда не прочувствуете пекло в машине. Это очень круто, и я считаю, что это прям инженеры и дизайнеры Майбаха, вот над этим они реально постарались. Такого вообще ни в одной машине нет. Причем эта солнечная батарея работает только в случае, когда солнце прям горит, прям зияет на зените, потому что если какая-нибудь тучка закрывает солнце, то и батарейка сразу отключается. Открываем. Вот пультик, такой мини-компакт пультик для этих мониторчиков. Еще один телефон, тоже Моторола, но здесь написано не Майбах, здесь написано Мерседес Бенц. Это что за подлянка такая? А это, кстати, это аналог такой амбиентной подсветки. Вы садитесь, едете ночью, это все вам красиво подсвечивается, весь ваш алькантаровый потолок, чтобы его ночью было прекрасно видно. Вот такой же идентичный багажник по объему, как в 62-м. Вот ничего особенного. Но, как я понимаю, это настоящие зонтики Майбаха. Такого я еще не видела ни в одном обзоре, чтобы кто-то показывал их, но они тоже максимально на стиле. Логотип Майбаха. Кожаная ручка. Такая рукоятка у него интересная. Это какой-то то ли бамбук, то ли еще что-то. В общем, не буду врать, но это выглядит очень красиво. И у этого зонтика есть вторая часть. То есть это и трость, так это еще и вот таким вот способом мы превращаем этот зонтик из обычного городского в настоящий пляжный зонтик. С лежачком приезжаете. Все. И кайфуете в домике. Никто вас не достанет. И все будут знать, что у вас зонтик Майбаха. Значит, вы человечек непростой. Примерно так происходит покупка такого Майбаха. Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Искра, буря, безумие. А все потому, что вот в этих глазах вы можете прочитать и увидеть букву ММ. И так есть в каждом Майбахе. То есть у него логотип Майбах есть даже вон там. Он инкрустирован прям внутрь оптики. Ну, в принципе, мотор идентичен с 62-м С. Такой же V12. На такие же 612 лошадей. 6-литровый. Только, кстати, в версии С у вас была возможность увидеть на своем моторе имя того самого сборщика, конструктора вашего мотора. Который когда-то там, в Германии, собирал своими руками лично, вручную, ваш мотор. Представим ситуацию. Вы захотели поменять себе тормозные все. Вот все, всю тормозную систему. 2-3 миллиона. Давайте сразу с лету. Захотели поменять себе всю мультимедиу здесь. Сразу тоже 2,5-3 миллиона. Все это вот... Я вам реально отвечаю. Машина в разборе стоит просто космических денег. Можно спокойно с нее поиметь там где-то под 100 миллионов вообще сходу. Так, ребят, запускается он с этой кнопки. Зеркала задние, они как будто приближают, да? Ну да. Он прям такой в валке. Прям чувствуется, что он 2,7. Весит... На секундочку, гелик весит 2,5. Так, в общем, тачка жрет где-то в районе 33. Это в спокойном причем режиме. Литров на 100 км. Еще один там фраер летит. Ты что, не видишь, на тебя майбах едет? Кстати, насчет имей уважения. Как можно не иметь уважения к такому гудку? Просто как на фуре, ребят, послушайте. Можно поставить какой-то более-менее спорт режим. И он будет такой более приземистый и более спорт-вершен такой. Мэбах, который может немного пошишковать и зацепиться с другой машиной. Короче, да. Чтобы эту машину понять, нужно войти в ее атмосферу, нужно понять ее историю. И очень много людей не понимает ее историю. Они просто разговаривают с этой машиной на разных языках. Машина, которую большинство не считает особенной. Это просто какой-то старый Мерседес. Но чтобы лучше понять саму машину и ее замысел, нужно обратиться к истории. Так что сейчас сделаем небольшую историческую справочку. Кто или вообще что такое майбах? Вильгельм Майбах это величайший конструктор своего времени и не только своего времени. Именно он был создателем первой машины под торговой маркой Мерседес. И еще при жизни он получил прозвище Король конструкторов. Но почему именно имя Майбаха было недооценено? А все потому, что его компаньон по бизнесу и со-конструктор, как бы Готлиб Даймлер, всю славу забрал себе. Потому что именно Даймлер продавал патенты на все конструкции и изобретения Майбаха. То есть схема была достаточно простая. В то время как Майбах конструировал и создавал что-то новое, Даймлер, как настоящий делец и коммерс, это все продавал. В 1960 году компания Майбах была куплена концерном Даймлер. А как мы знаем, концерн Даймлер выпускает Мерседес. Первый концепт 62-го и 57-го Майбахов вышел в 1999 году. И только спустя три года, а то и больше, состоялась премьера 62-го и 57-го Майбахов. И спустя три года появляются модели 57S и 62S. И как раз таки 62S сейчас находится позади меня, и мы видим его воочию. Итак, чем приставка S вообще выделяла машину? Что она давала? Это версия спорт, то есть машина была более мощной. То есть у 57S Майбаха было 612 лошадей и V12 мотор. За место 57-го, у которого был обычный 57-й без приставки S, он был 550 лошадей, но с таким же V12 мотором. Такая же была мощность и у 62-го, и у 62S. Такая же разница 550 против 612 лошадиных сил. Но что вообще означает цифры 62 и 57? Это округленное число метража этой машины. То есть если пройти от самого зада машины до самого переда, получается 6 метров 20 сантиметров. В 2007 году Майбах выпускает самую топовую версию Майбаха просто ever. Это Майбах Ландуле. Кстати, эта машина есть и сейчас у диджей Кхалида. Основное отличие этого Майбаха от обычного 62S, как вы уже все прекрасно поняли, это складная часть крыши. И цена на нее доходит до 700 тысяч долларов. Вы можете себе представить эти вообще цифры. Последняя обновка в этой линейке пришлась на 2010 год, когда вышел Майбах 57S Coupé, который еще назывался Cruiserio. Последняя обновка в этой линейке была в 2010 году. Майбах выпускает Майбах 57S Coupé Cruiserio и выставила его на продажу в Саудовской Аравии. И первый экземпляр, просто думайте в эти цифры, ушел за 703 тысячи евро. Всего таких экземпляров было 100 штук, 57S Coupé было всего 100 штук выпущено. Но кто бы знал и кто бы мог предположить, что спустя три года после выхода 57S Coupé, Майбах прекратит свое существование из-за сокращения продаж. И только в 2015 году Майбах будет частично восстановлен, как компания Mercedes Майбах. Грустная история, но она такова. В 2002 году, когда эта машина только вышла, она произвела просто нереальный фурор на всех. Абсолютно все наши российские олигархи хотели этот автомобиль. Хотя в первый год на Россию отводилось всего 15 таких машин. Но эта машина была и у Дерипаски, и у Бориса Березовского. У всех она, российских олигархов, была, потому что она была показателем статуса, роскоши. И не важно, сколько она стоила. Главное, что она стояла у меня в моем гараже, и эта мысль грела меня по ночам. По слухам, на одном автомобиле Майбах терял 22 миллиона рублей. И это исходя из расчетов, что за один год они должны были выпускать 2000 экземпляров. А по итогу за 10 лет производства, и даже больше, они продали всего 3000 экземпляров. И это за 10 лет производства. 3000 штук вместо 2000 в год. Эта машинка мыслилась как прямой конкурент Rolls-Royce Phantom. Но вы сами видите, насколько эта машина похожа на 220-й Мерседес. Я даже приложу здесь картинку, вы сможете это все сами сравнить, насколько они похожи. И поэтому эта машина не уменьшалась успехом. В чем проблема Майбаха 62-го и 57-го? В него в 2002 году просто насобачили всего, что было на рынке, просто вот на тот момент. То, что было, и то, что не было. Все технологии того времени были запихнуты сюда. Телефоны, наушники, Моторола, который создал специально под этот Майбах свою раскладушку. Можете представить, какой был уровень? Всякие перегородки, интеркомы и так далее и тому подобное. Все туда было запихнуто, но все это было обличено в оболочку 220-го Мерседеса, который, ну просто вот, начинка вкусная, а конфетка и ее упаковка, ну, невкусная, ничем не выделяющаяся. И просто люди того времени, олигархи, миллионеры, миллиардеры, которые хотели купить эту машину, они не видели понта в ней, как бы, зачем покупать нам машину за 400 тысяч долларов от, если мы можем купить Rolls-Royce Phantom, который был марк... Сюда, сюда. Именно такой Rolls-Royce являлся прямым конкурентом вот этого 62-го Майбаха, то есть вы понимаете, да? Ну, я смотрю, я понимаю, кто батя на дороге. Смотрю вот на это и тут не совсем понятно. Так, ну что, мы перемещаемся внутрь этого джета и начнем с самого вкусного. Первое, что я хочу отметить, что эту часть я закрываю, потому что здесь нужно делать акцент не на передней части салона, а как раз-таки на задней, из-за чего эту машину и покупают. Именно из-за пространства для задних пассажиров. Я думаю, даже какой-нибудь Qatar Airlines о такой красоте могут только мечтать. Вы только посмотрите на это драгоценное, дорогостоящее дерево. Кстати, хочу сказать один интересный факт. Здесь салон был перешит. Здесь салон не на 89 тысяч пробега, а у этой машины, именно у этого 62-го С, 89 тысяч километров пробег. Посмотрите, как я открыла эту дверь. Вы только вот посмотрите. Она открывается практически на 90 градусов. Конечно же, когда вы залезаете в эту машину, вы все-таки не челядь, и вы можете закрыть эту дверь, не применяя рук, не дотягиваясь куда-то сюда. Еще одна проблема этой машины заключается в том, почему ее и сейчас не очень охотно покупают, и тогда не очень охотно покупали. Вы можете представить, что вот эта вот одна дверь, даже без обшивки, без всего, стоит, по слухам, полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей, мать его, это, блин, Солярис, самой топовой комплектации. Еду жарким, знойным днем в Геленджике, где захотелось мне спрятаться от солнца. Я нажимаю просто на одну кнопочку, и у меня моментально затемняется мой потолок. И да, такая опция стоила в районе 50 тысяч долларов. И теперь представьте ситуацию. 2002 год, вы купили себе эту машину, вы Дерипаска или Березовский, и вы покупаете эту тачку, и вдруг к вам в бочину езжает какой-то непонятный таксист, который, ну, видимо, заснул за рулем. И нету ни одной детали, ни одной детали нету на этой машине, потому что в Майбах они собирались вручную, и, по слухам, в районе двух недель уходило на сборку одной машины. Сейчас посчитаем, сколько здесь мест для хранения. Раз, два, три. Здесь еще мини-держатель, как ручка и держатель два в одном. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получается девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать! Охренеть! Ну, ребят, по эргономике вообще никаких вопросов нету. Угол посадки просто вот как будто сделан и под каждого человека, и индивидуально для тебя. Я не знаю, как это у них получается, но у них получается это очень и очень классно. Смотрите, я, во-первых, выдвигаю сейчас сидение полностью, поднимаю оттаманку. В принципе, я в первом классе какого-нибудь частного самолета, который летит в Дубай, и у меня все хорошо в жизни. Вот как-то так. Сейчас я хочу полностью, даже вот полностью, чтобы он наклонился. Вот, все, это максимум. Это полностью максимум, как вы можете ехать, спать и кайфовать. Ну, и, конечно, в самых классических, самых каноничных традициях Майбаха мы здесь видим три приборки. Здесь у нас километры в час, здесь у нас время, и здесь у нас температура за борту. Ребят, вы только посмотрите на эту длиннющую ручку. Это можно здесь, в принципе, как на турнике подтягиваться. Ничего себе! Идеально вообще брать эту машину в аренду, чтобы потом не париться с ее запчастями, с ее обслуживанием и так далее, и тому подобное. Просто берете на недельку, катаетесь, и все. Но брать и владеть этой машиной, мне кажется, что это вечная головная боль. Даже вот эти вот детали, это не какой-то там дешманский пластик, как сейчас делают на ГЛСах, или на тех же самых Х7. А это очень-очень хороший пластик, который даже чем-то издалека напоминает кожу. Посмотрим, какие здесь стекла. Посмотрите на толщину стекла. И это не бронированный автомобиль, он идет таким с завода. Стекло двойное. Берем 11-й айфон, прикладываем к стеклу, и видим, что стекло толщиной с айфон. Тишина, как в гробу, но в самом хорошем для этого смысле. Коротко о ценнике на детали к этому майбуху. Решетка радиатора 10 тысяч долларов. Генератор 10 тысяч долларов. Телефон, который в теории должен быть вот тут, 80 тысяч рублей. Один задний фонарь, причем БУ, 180 тысяч рублей. Но зато здесь есть DVD-плеер-проигрыватель и тюльпаны. Такая ностальгия, как будто приехал к бабушке на дачу, и сейчас будешь смотреть Nemo. Про переднюю часть салона, в принципе, нечего говорить, потому что это чистый 220-й S-класс. Дизайн спидометра и приборки здесь абсолютно идентичный с S-классом. Я приложу фотку, чтобы вам было все показательно видно. Довольно стандартный ключ Mercedes-Benz, разве что на обороте логотип Maybach, конечно же. Я прям представляю, как какой-нибудь криминальный авторитет или вор законе по типу япончика садился вот в этот автомобиль и такой, блин, 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 не хватает карманов, не хватает кошельков. Срочно, Михалыч, нужно дополнительное место для бабок. И Михалыч такой, сейчас подгоню 62-й S-Maybach и такой, опа, опа. Там еще, там еще. Короче, куча мест, куда запихнуть бабличку. Странно, я здесь не увидела сейфа. Сейфа здесь нету. Хотя в такой машине сейф, мне кажется, должен быть по умолчанию, независимо от комплектации машины. Даже тут, даже в багажнике есть детали, которые обиты кожей. Еще тайник. Куда столько тайников? И тут такая красивая сумочка-клач от Maybach со всякими инструкциями по применению. И даже здесь есть 24-часовая подмога напрямую от компании Maybach с указанным номером, на который можно позвонить. Сейчас существует еще какой-то колл-центр на другом проводе. И правильно набран номер. Так, что тут еще у нас есть? Еще один маленький саквояж с целым набором инструментов для того, чтобы быстренько что-нибудь починить. Ну что, подводя черту знаменателя, хочется сказать, что концерн Daimler попытался возродить Maybach, и поначалу это выглядело все очень многообещающе, помпезно и грандиозно. И летом 2002 года, когда были впервые презентованы 57-й и 62-й Maybach, это было реально запоминающееся и легендарное событие. Эти машины были привезены специально на целый корабль, и там прошла как раз-таки первая презентация. Но, к сожалению, все надежды и все многообещающие перспективы этого автомобиля не оправдались. И даже на какое-то время компания Maybach была ликвидирована, и только после этого опять в связке с Мерседесом она была возрождена в 15-м году. Эта машина, это пучок противоречий, который очень и очень сложно понять. И в какой-то момент она реально опережала свое время, но это опережение времени, оно не дало тех результатов, которые от нее ждали. Поэтому Rolls-Royce Phantom, поэтому отчасти и Flying Spur они обошли эту машину по многим показателям. Эта машина останется легендой, и это живая легенда, и как владелец М5 и Е60 я понимаю, что такое живая легенда. Но, к сожалению, владельцев этой машины, я думаю, нельзя назвать счастливыми, потому что те знакомые, которые владели этой машиной, и 62-м, и 57-м, они не отзывались об этой машине как о чем-то легендарном, величественном и так далее. Они все относились к этой машине как к тому, что должно стоять в гараже просто из-за статуса. Я не знаю ни одного реального фаната вот этой машины. Хоть я попыталась вас погрузить в атмосферу, в то время, когда эта машина создалась, я все равно в глубине души не могу до конца понять, зачем, почему, и для кого, и для чего была создана эта машина. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет приятно, и до новых встреч. Пока!